да и про них у семьи снику поехали сами культивер завтра то пожрать бери чуть себе и мне нормально в принципе он 11 передач как я ходил так и может ходить вроде бы тянет и вроде бы хорошо так это ко мне на поле ребята черт черти знает сколько на самом деле не все я останавливаюсь подбираю у компании беднар другие модели культиватор а то что зацеплено меня это компактор так что мы должны назвать компактором тебе приперся рано едут заправки заправлял вест без 10 7 только я еду короче чтобы понимали навести к заправке а заправщик теперь переди меня едет короче я его погоняю подгоняю сейчас послушаемся заправимся поедем сразу туда в любом случае будет быстрее чем меня туда привезли бы с утра ну ладно ребят я вас приветствую очередной рабочий день какой там 18 наверно август не помню уже как август короче да не в суть лето еще покажет кпп конечно точнее мост вся эта трансмиссия и проверку уровня масла то каждый день просто какой-то класть подходишь смотришь а там вот так вот на ком уровне где-то две риски верхней и нижней ну это между ними должен быть уровень масла находиться ты приходишь в один день у тебя вот столько до нижнего уровня не хватает то есть по идее отдаливать эти посиди приходишь у тебя полный склянь трубка за уровень сейчас за уровень туда аж вверх уходит масло за 3 возможно будет меньше на ебщик нитратора на ебщик так чё нас 86,7 гектара вчера сделано потрачено 418 литров на этой на работой на перегон естественно 40 литров в час расход меня составлял а средняя производительность 12 гектаров в час нормально нормально ребят продолжают собирать и разбирать бдт-5 одну батарею же собрали там не все так просто и быстро вчера утром я еще заметил что вот они разобрали а на вал квадратный на который все это делается надо наваривать шлифовать есть набитые места так что тоже такое творческо кропотливая работа мое нелюбимое место на трассе в незнаного этот забор который поставили я даже из любопытства бы хотел посмотри как зимой здесь снег чистят потому что отваливать здесь совершенно некуда и камера здесь кстати на 40 стоит вон на а мы им 39 мы правил не рушь не нарушаем вот это фура арбузы продает уже который день по правую сторону магазин века вас покупаю с минералкой он уже кстати открыт но сегодня мы не будем заезжать у меня минералка есть будем довольствоваться минералкой следом идет еще одно неприятное место это мост через реку проня но тут тут по ловче и в принципе мы с этим культиватором везде принципе ловче потому что он габаритный можно ездить и по мосту и по забору уметь в принципе пару километров и сворачивать налево а а а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, гитара потихоньку прибавляется, и, собственно говоря, я уже начал потихоньку ходить по участку, который с краю грунтовки вклёклый, я скажу, ужасный участок. Если бы всё поле было бы такое, мы бы ходили с вами на 8-й передаче бы, разделка там ужасная, что значит, блин, работать по такой вот сухой земле. Сейчас я вот и беру здесь такие вот агрессии. Ну, здесь булыжники, просто грубо булыжники. Ходить здесь трёска, жёстко. Я думаю, если бы такое поле было бы всё бы, к концу этого поля, оно здесь большое достаточно, можем, в принципе, уже даже прикинуть, сколько здесь гектар. Первый день я сделал 23 гектара, вчера 86, на данный момент уже 17, и ещё здесь прилично остаётся. Я думаю, что наши стрельчатые лапы, ну, они кончились бы, ребят. Они просто бы кончились. Ну, не знаю, если чё. Отрезать последнюю загонку. Да, переключаюсь сразу там на 9-ю какую-нибудь передачу. Сейчас так реально тяжёлый. Ну, давайте, последнюю загонку у меня будет, наверное. Ой, 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 что творится-то, гляньте. Это кошмар. Всё, вот, нашёл я это. Ну, придётся, придётся. Не такая она широкая здесь, эта загонка с клёклой землёй. Ну, это жопа какая-то. Вот это вот, говорю, обрабатывалось до дождя, дождём прибило. А этот после, следующее вот сейчас, и уже совсем другая разница. Да не-не, ребят, 9-й это очень много. 8-я передача. Сейчас переедем. Включим прежнюю 11-ю передачу. Будем ходить уже с прежней скоростью. 12 где-то с половиной. 13 км в час. Сейчас это всё где-то в районе 8-8 с половиной. И вот он закончил, встречался. А вот здесь вот есть ещё одна маленькая полоска, 5-метровая, топ-дауна. Это вот как раз Кирвинт загонку отрезал по ходу. И на этом закончил, и дождь пошёл. Либо это было под вечер сделано. Но вот полоска тоже есть такая вот. В видеотрезной загонки. Всё, дальше рыхленько, всё такое рассыпчатое, всё классное. Добил я это поле, друзья. Итого у меня получилось 60 гектаров. За сегодня на нём прохожу разворотную полосу. Отделываю. У нас есть ещё одно соседнее поле. Вот здесь вот. Я не помню, около 20 гектаров. Я его тоже барновал по весне. Так, тут кортеватр всё приподнимем. Надо определиться, как ходить здесь, с какой диагональю. Тоже диагональю сделала, и фиг с ней. Буду ходить, как ходила раньше. С разворотами, челноком. Наверное, да. Единственный момент, что сейчас надо будет перерезать. Так, так, так. Ф-навигация. Изменить. О, 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 что он распрыгнулся-то? О, 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 о! В общем, агроном приехал, будем закругляться. Сейчас я еще минут 20-30 поработаю, добью уголок, который у меня там остался. Но мне еще надо в два раза выкружить поле разворотное. Так что такое себе удовольствие. Все, едем на место. Смотрите, какой там автопоезд. Беларусь, экскаватор, три прицепа и четвертый маленький, одноосный. Сейчас добиваем с вами поле вчерашнее маленькое, выкруживаем и потихоньку тянем на базу, на бригаду. У агронома, блин, все это мысль о корчевании не вылазит из головы. Но сегодня мы корчевать не поедем, сегодня мы будем заниматься мелким ремонтом, техническим обслуживанием. Помоем трактор, помажем передний мост, там с культиватором позаниматься надо, подготовить ее тоже, потому что с культиватором работать тоже придется. Взял изоленту, будем проводку крутить на сиденье, там перематывать. К компрессору подъедем, фильтра продуем, радиатор продуем. Ну в общем, сегодня у меня прям нормально так, я забил себе делами голову и буду заниматься. Потихоньку выбираемся. Мне всегда такая нравилась тема, знаете, заготовка сена, соломы, всегда там по два, по три прицепа, а тут такое сочетание прикольное, экскаватор. Ну текует человек на Т-40, он вчера проезжал, я ничего не вытирал, сейчас добью, и на бригаду мыть, обслуживаться, есть еще про дождь даст. Сейчас прикол расскажу, вчера посты же выкладываю, есть ролики мои, вы смотрите очень поздно уже, а всякие посты, связанные с работой, со мной, не выходят, ну практически сразу. То есть я информирую вас о том, что происходит, в режиме реального времени, кто не подписан, обязательно, ссылки в описании есть. И в общем, я вчера опубликовал пост очередной, там, ну так, с культивацией связанной, с культиватором, с фотографиями. У меня там подписчик один, то ли с Латвии, то ли с Литвы, написал, что, оказывается, Беднар Свифтер SE 10000 и другие модели вот этого Свифтера, 8000, 12000, это не культиватор, друзья. У компании Беднар другие модели культиваторов, а то, что зацеплено у меня, это компактор, так что мы должны называть это компактором. Я задал встречу вопрос, тогда как называется вид обработки этим компактором, если это не культиватором, получается, мы не культивируем, а компактируем. Знаете, названий много, есть дискатор, который по факту является просто бараной дисковой, одной из модификаций, знаете. Не, я понимаю, подписчику претензий никаких нету. Ну, то есть он официально зашел там на сайт, производитель указал, что это компактор. То, что он компактор, это, что компактор, то, что он вот этот складывается в таком виде, компактный, именно для передвижения, так все у него рабочие органы культиватора, так что ничего там такого особого в нем нету. Я понимаю, он называет там комбинированным каким-нибудь орудием, там комбинированный культиватор, типа топ-даун, знаете. Там, да, вроде бы и культиватор, но вроде бы ряды дисков, ряды тяжелых стоек, там вообще не пойми, что топ-даун, к чему отнести. Он то ли, блядь, губкорыхлитель какой-то комбинированный, то ли культиватор тяжелый комбинированный, ну вот такое. Куда-нибудь пойду, пьедите, брус-брус опущу и поедем, доработаем. Пойдемте, он еще. Камни пойдемте, повыкидываем. Камни пойдемте, повыкидываем. Вот уголок остался у меня. Херня, я так все очки стал гулять, запишут и так знают, сколько поля гигляров, что я им докладывать буду. Субтитры сделал DimaTorzok Добили? Нормально? Все, быстро. Пиздец. Ко мне на поле, ребята, это черт знает сколько на самом деле. Не все, я останавливаюсь, убираю. Ну потому что ложить просто некуда в загонки, мне лично. Где-то у меня каток, вот этот забился. О, железка торчит, бля. Какая-то скобка. Да, и правда, бля, подзаросло, уже зелень есть. То ли потери зашли. Таза больше и нечему. Скорее всего, потери. Зеленые. Ну, мы сейчас, знаете, я сейчас попробую загонку отрезать. Посмотреть, как лучше работать. Посмотреть, как разделка будет. Просто у меня есть желание, сейчас поедем на бригаду, когда техническо обслужено, мелкий ремонт, все понятно. Было желание поставить планку, которая должна стоять вот здесь вот, после катков. Чтоб поровнее чуть-чуть получалось. Будет маленькая грибнистость. Сейчас все равно это... Ну, здесь, видите, такая щебенка, бля, получается. Не очень. Но это уже не мой компактор виноват. Была бы очень хорошая, была бы разделка сама собой. Ну, есть такая вот грибнистость. Вся планка, по идее, бы все бы выравнивала. Но у нас поле соломистое. Хрен знает, как эта планка будет себя вести, а то она будет для кучи собирать и вываливать, высирать кучки. Может быть, будет только хуже. Не знаю, честно говоря. Вот. Ну, поедем. Попробуем отрезать. Тут, блядь, пахалось так, молотилось чуть с диагональю. Топ-дам ходил тоже как-то с диагональю. Я сейчас вообще, блядь, все поперек и сделал. Ну, не поперек, но с крутой диагональю надо сделать. Ну, что. Здесь очень неровное поле. Это самое неровное поле из всех, которых было. здесь как-то напахали очень хреново полееном. Класс. Такое ебанное переебанное было. Топ-дам, мне кажется, немножко подровнял. Опять-таки, немножко. Посмотрим. Я сейчас прям на выезд режу загонку. Посмотреть, как сбивается, не сбивается. Что вообще там по разъемке получается. Чтобы было представление, чего здесь ожидать в дальнейшем. Вот 11-я передача, но в целом нормально едет. Ну, разъемку мы пока что вам не видим. Она где-то там в пыли. Я отрезал, я, кстати, прям попутно направление пыли получается. Если сейчас работать бы, то было бы хреново. Да нет, нормально. В принципе, он 11-я передача, как я ходил, так и может ходить. Вроде бы тянет, вроде бы хорошо, так это... Ну, загрузки нет полноценной, можно быстрее, но здесь все равно качает. Ну, что, представление имеется. Все там нормально пролетает? Пойду посмотрю, агроном я недоделанный, чего там получилось. Компактор справился? Вот такое себе, конечно. Не скажу, что там красивая какая-то обработка, кирпичи тоже выпрыгивают. Вон тут туча натягивается. Хер знает, поехали, короче, на бригаду. кто-то Продолжение следует... 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 а Устал? Молчишь? Мочи нет. Так устал Никит, что даже сказать не могу. Да что-то ноги аж у самого гудят. Ну вообще другой вид культиватора, да? Средний мы не будем ставить. Что, надо шприцы вставать, пойти помазать. Никитка, тебе же председать, будешь мазать? Ты же инженер будущий, потренируйся. Сто пудов не умеешь. Сто пудов не умеешь. Охуел что ли умею конечно. А то я не могу ребенка эксплуатировать. Уже недолага, он сел, встать-то не может. Зато мне поплеш предъявят на за эксплуатацию детского труда. Поехали, Ахарапс. А вот дядя Садь мне за тебя ничего не скажешь. Чуть жарковат. Вечер, а жарко. Все уже разъехались, кто на бригаде. Уже 6-6 час. Я решил довести дело до конца, прибраться. Все вещи выкидывал отсюда, из кабины. Все вымывал. Вот такая вот грязная вода в ведре. После мытья полов, ячеек для хранения. И то я скажу, это еще так. Цветочки. Можно заморочиться. Тут намывать еще дольше. Ну да ладно. Надо воспользоваться моментом, что можно пораньше попасть домой. Остальные моменты я домой. Там все вымыл. Вал от вала. Вот в омах хвостовик валяется. Все это нужно. Сейчас в воду выливаю. Вот я еще укладываю. Инструмент какой какой. Надо брать. Никитка мне подогнал. Где такой открывашку? Бутылка амазония на высадке урвал. Будет на ключи повесить. Ну так вроде почище стало намного. Мне в хатезоиде однозначно было удобнее поддерживать частоту, чем в джиндере. Фу. Ладно. Пойдемте. Воду выливать и собирать. Все. На место.